Ура, друзья, сейчас начнётся фейерверк. Кажется, и в эфире с вами. Привет, дорогая. Привет, привет, привет. Всё, ты меня принял. Всё случилось. Ну, я же не умею это всё делать, понимаешь? Нет, всё хорошо. Я вот рисовать умею, книжки писать там. Да, зато ты рисовать умеешь так, как никто другой. Смотри, видишь, она меняет. Всем привет, друзья. Спасибо, Паша. Спасибо, спасибо, Паша. Дорогие друзья, все, кто в эфире, добрый вечер. Добрый вечер, очень рада, что вы с нами сегодня. Хасай, привет, привет ещё раз. Очень всем рада. Да, привет. Тема у нас сегодня сложная. Ты меня слышишь? Всё в порядке? Всё хорошо? Да, очень хорошо слышу, любуюсь тобой, слушаю тебя, восхищаюсь тобой и привлекаю всех, так сказать. Вопросы задавать. Тема-то у нас какая сегодня крутая, да, тема, да? Я надеюсь, ты мне вопросами засыпешь. Там, наверное, вопросы будут писать, соберём все вопросы тоже, да, чтобы было быстро, ёмко, лаконично и многовопросно, чтобы было многогранно, многосторонне, чтобы было. Друзья, поэтому пишите вопросы, вы не видите, поэтому сразу пишите вопросы там, чтобы Люсей могла просматривать, потому что я-то не умею просматривать. Мы сегодня хотели поговорить про страхи, про то, как они на нас влияют, и как можно энергию страха трансформировать в энергию творчества, в ресурс, как можно её использовать. И вот всё, что касается этой темы, готова с тобой пообщаться, поговорить с нашими гостями, слушателями, вот всё, что об этом. Потому что, ну, как я считаю, в деле достижения каких-то целей, улучшения своей жизни, всего того, что мы хотим в своей жизни изменить, мы часто со страхами сталкиваемся. И мы от них не можем сказать, что никто из нас не может сказать, что я не боюсь, и эта история, как бы, знакомая всем нам в той или иной степени. Поэтому вот об этом поговорим. В страхе энергии много, и как её использовать во благо себе, а не уходить в ступор, да, в зажим, в историю. Вот, собственно, об этом. Да, да, ну, каждый понимает ещё и по-разному страх. Есть такое состояние страха, паника, когда мир, кажется, валится на тебя, и ты не знаешь, куда деваться, всё, ты теряешь точку опоры. А есть такой бытовой страх, ну, как завтра выжить, где деньги достать, как ЖКХ заплатить, или там ребёнок задержался из школы, волнуешься, страх тоже. Ну, по-разному люди понимают. Я могу сказать, что человек постоянно испытывает страх, когда попадает в точку неопределенности. Да. Сердце ёкнуло, ой, что сейчас будет. И у него неопределенности. Там, или так, книжка упала, или чашка разбилась, у него опять неопределенность. Как только неожиданная ситуация, или неизвестность, сразу страх возникает. Потому что это, естественно, инстинкт самосохранения. Это идёт у нас эволюция ещё отходных, а как же. Страх, поэтому... Да, абсолютно точно. Страхов не бывает. Это человек, видимо, надо доопределиться. Поэтому я и говорю, что страхи по-разному. Страх ошибки бывает. Страх ошибки. Я тебя переделаю. Да, вот друзья присоединяются, желают нам доброго эфира. Нет, Пет, я тебя очень внимательно слушаю. Абсолютно с тобой согласна. Страхов, на самом деле, огромное количество. И пока нам задают вопросы, я бы хотела немножко сделать небольшую вводную в эту тему. Если ты не против. И сказать о том, что мы, на самом деле, боимся все. И страх – это встроенная в нас эволюционная история, которая призвана нас защищать. Если мы вспомним наших далёких предков, именно благодаря страху они смогли противостоять хищникам. И есть страх вот этот физиологический, который защищает нас от опасности. А затем человек уже объединялся в стае, и создавался социум. И вот здесь очень интересная история начинается, когда формировался вообще социум, как сам по себе. Культура формировалась, взаимоотношения, вот эти социальные связи, социальный контакт. И в тот момент, когда человек выживал в те древние времена, он, собственно, для чего объединился? Для того, чтобы лучше противостоять опасностям окружающего мира. То есть тогда, когда человек оставался один на один с опасностью, там бей, беги, вот эти две основные реакции защищали. Когда человек стал объединяться в стае, людей больше, защищаться стало легче. Возникла совершенно другая история. История о том, что мы настолько ценим социум, в котором мы живём, настолько нам важно социальное одобрение, нам важно, чтобы нас принимали, нам важны вот эти роли, которые мы занимаем, что появился другой страх, так называемый социальный страх. Когда в те времена человек, которого изгнали по каким-то причинам из общества, из стаи, ну, он не соответствовал их ожиданиям, он где-то накосячил, он вёл себя неправильно. Да, вот пишут, страх – это барьер, предостерегающий человека от опасности. Совершенно верно. Так вот, настолько человек был зависим от социума, что физиологический страх в какой-то степени и трансформировался, и стал взаимодействием с этим социальным страхом. Да, настолько нам важно, чтобы социум нас принимал. Так вот, история-то очень интересная. Прошло, то есть прошли тысячелетия, нам уже хищники-то не угрожают. У нас, собственно, везде коды безопасности, security. Мы, в общем-то, живём в достаточно безопасном мире, ну, за исключением всех случаев, когда они происходят, не дай бог, войны, конечно. Но в целом, если говорить вот так, общо, то нам не угрожают эти опасности. А страх остался. Вот этот социальный страх, я говорю именно сейчас о нём, он нам зачастую мешает в том смысле, что подсознание, оно так устроено, что он перестраховывается, да, то есть как бы нам ничего в нашей жизни не грозит, а мы настолько боимся не соответствовать ожиданиям наших близких, нашего окружения, что о нас подумают. И, казалось бы, на сегодняшний день тоже и значения это не имеет, а подсознательно мы всё равно от этого зависим. И в итоге страх вместо того, чтобы нас защищать, он как бы уже нам иногда мешает. То есть он нам мешает достигать цели, защищать свои границы, выходить из каких-то токсичных отношений. То есть он становится иногда барьером. Вместо защитной функции он начинает нас перестраховывать. И вот в этом случае нам важно страхом управлять, да, нам важно быть с ним в контакте. Вот, мне кажется, вот здесь интересная такая история, как с ним вот начать взаимодействовать. А я, походу, подумал о том, что люди сплотились между собой не только из-за страха, а ещё и из-за женщин. Повлюблялись. Ну, конечно, многофакторный этот вопрос, как они все соединились в социум. Ну, очень важный страх, да, страх – это, конечно. И вот сейчас мы поговорим об этом, потому что страх – это напряжение. Вот я сейчас скажу по шкале нашего напряжения, как это может быть. Напряжение нормальное, когда нормальное напряжение, но мы его не боимся, потому что без напряжения нет включения ресурсов. Без напряжения даже стихов не напишешь. Не только штангу не поднимешь. Напряжение – это нормально. Но когда напряжение повышается выше, уже появляется тревожность. А ещё выше повышается, уже появляется страх. А ещё выше появляется паника. А ещё выше – депрессия. Уже новое качество, уже депрессия. Это защитные механизмы работы мозга. Поэтому, у кого депрессия бывает, не удивляйтесь, это закономерное явление, защищающее вас от ещё худшего вообще. Я не говорю о том, что если у вас депрессия, надо радоваться жизни. Вы не сможете радоваться жизни. А я могу сказать о том, что надо всё-таки разгрузиться, обнулиться, снять вот это избыточное напряжение, высвободить энергию, которая из выживания затрачивается, растрачивается на выживание. А если мы перейдём на другую фазу работы мозга, как переключим, как коробки скоростей в машине, коробки передач, переключим режим работы мозга на восстановление, через обнуление вот этого всего, то у нас как раз-таки мы из депрессии можем выходить. Потому что у нас освобождается энергия. Так она вся затрачивается на выживание, а тут она становится свободной. И она идёт тогда на созидание, на вдохновение. Вот, наверное, очень много людей в детстве это испытывают. Дети всё время бегают, играют, их не остановишь, у них море энергии. Она их заставляет бегать, играть. И она заставляет их мечтать. Потому что если бы у них не было столько энергии, они мечтать бы не могли. Как они могут мечтать, если бы вся энергия шла бы на выживание? Значит, есть свободная энергия. И поэтому наша задача, вот этот потенциал, который в страхе находится, высвободить из этого напряжения, освободить свободную энергию, чтобы человек из состояния страха переходил в состояние творчества. А это можно, потому что это же напряжение. Во-первых, мы можем только его регулировать до нужной степени, как температуру. До нужной нормы, так сказать, до 36,8. У нас есть градусник напряжения. Я говорю, вот так, градусник напряжения, это шкала стресса. Вот здесь 10, это когда, это очень плохо. Это когда напряжение дикое, это когда зуб болит, это когда нога болит, это когда душа болит, это когда ты просто не знаешь, что делать. Вот это 10. Это шторм. А это штиф. Это штиф. А здесь 10. 10 делений. И сейчас каждый может померить у себя виртуально на этом градуснике напряжения, на этой шкале, на этом индикаторе и самоиндифицироваться. Сказать сам себе, что он сейчас, вот здесь и сейчас, не час назад, а именно в данный момент, где он находится. Например, здесь, или здесь, или здесь. Да, потом я покажу кое-что. Он отрегулирует свой страх, извлечет оттуда свободную энергию, вот этот потенциал. И использует для вдохновения. Вот я скажу, он опять померяет и увидит разницу. Нам шкала нужна для чего? Ну, это система отчета. Чтобы мы могли увидеть реально разницу. Мы сейчас увидим. Вот я прошу всех, вы даже напишите там у себя, Люции, передайте там вот в комментах, на каком выделении. На десятки, на пятерки, на нуле. Пишите, чтобы я примерно ориентировался. Ориентировать. Да, друзья, давайте участвуйте в нашем интерактиве. Вот здесь поступает сообщение о том, как пишет «Добрый вечер, Хасай Магомедович, любимый, ценим наш суперчеловек». Всем добрый вечер. А сейчас, да, всем, кто присоединился, приветствуем. Да, добрый вечер всем. И, правда, оцените сейчас свое состояние, вот как предложил Хасай по десятибалльной шкале, вот поступает сообщение «Семь». Я прямо на секунду отсоединюсь, у меня с окна звук идут ненужные. Закрой окошечко. Да, пишите, друзья, пишите, пишите, потому что сегодня устроим такое, что будем рады, счастливы и вдохновляться. Да. Закончим. Четыре. Вот кто-то пишет, да. Радостью, да. Три. На семь, семь. Ну вот кто-то оценивает достаточно высоко, да, сейчас по десятибалльной шкале. Восемь. Да, это вот три. Ну, классно, мы настолько все разные, да, настолько у нас разные состояния. Кто-то пишет пять. Ну, правда, вот это способность себя не то, что оценивать, да, хорошо, плохо, хотя бы вот рефлексировать, да, относительно того, как я сейчас чувствую, в каком я состоянии нахожусь. Хороший очень навык, поэтому классно, что ты предложил такую практику, да, кто-то пишет шесть. Спасибо, друзья, что делитесь. Я еще хочу сказать, сам индикатор вот этот виртуальный, виртуальный, куда мы проецируем свое состояние, проецируем на эту шкалу. Это такая вещь удобная, оперативная. В самолете летишь, например, и у тебя напряжение большое, и у тебя паника такая. И ты раз себе представил на твоей руке, на каком-то делении, допустим, десять, и ты берешь, берешь мысленно, рычажок этот, вниз опускаешь, и по законам обратной связи, психофизиологической, у тебя наступает снижение напряжения. То есть ты на виртуальной шкале опускаешь себя. То есть ты себя спроецировал, и ты себя так регулируешь через внешние опосредования, через внешние. Это биологическая обратная связь. То есть, в принципе, сразу вам подарок, друзья, потому что вы можете этот индикатор стресса использовать почаще вы в начале, в несколько дней почаще, когда у вас стресс, сразу меряете, чтобы навык превратить. А потом, второй этап, а потом научитесь рычажком там пользоваться. Вы заметите, что вы можете в любой ситуации, когда хотите убрать страх, вы можете сразу представить себе шкалу, торм, и снизить рычажком, и у вас будет ближе к штилю. А здесь суета мысли, хаос мысли, а здесь безмятежность. Здесь шторм, а здесь штиль. Безмятежность. То есть, вы сможете регулировать себя. Но сейчас я вам покажу вообще колоссальные вещи, так что приготовьте. Ну да, вот такие практики очень хорошо работают, потому что мозг так устроен, ведь если мы верим в то, что происходит, мы можем это представить себе как рычажочек, когда мы голос прибавляем, убавляем, или вот эту шкалу. И самое интересное, что у нас так нейрофизиология устроена, что то, во что мы верим, то, что мы себя визуально представляем, то, как мы себе воспринимаем реальность, именно в это верит наш мозг. Да. И если мы представляем, что на этой шкале действительно наш страх измеряется вот в этих вот шкалах, и мы осознанно уменьшаем вот это воздействие, это действительно происходит. Мы можем это нарисовать, мы можем это представить себе визуально. Это звучит очень как будто бы легко, странно, и можно сказать, что это какие-то фантазии, но наш мозг так устроен. Это действительно наша когнитивная способность вот менять реальность. Я вам обоснуюсь, чтобы было более понятно. Существуют приборы биологии и обратной связи, когда к человеку подключают датчики, и его внутреннее состояние выводят наружу. Ну да, наружу, на экран, на дисплее компьютера. Вот такой прибор биологической обратной связи. Давно это уже существует, когда дыхание, работа сердца, энциклограмм, почечное напряжение выводят на экран в виде линии, например, или зайчика, который бегает, и человека учит управлять своим состоянием. Как? Именно глядя на экран, вот эту линию, например, выравнивать. И вот он сам себе находит, или затаивает дыхание, или по-другому дышит, или мышцы расслабляет, глядя на экран. Когда ему смотреть на внешнее, свое внутреннее состояние, ему, оказывается, легче регулировать себя. Потому что, когда он это делает непосредственно сам собой, у него как бы опоры нет. Но на этом, как раз таки, при этом биологической обратной связи, даже игрушки создавались. Это же много лет, это на моем веку уже две-три волны были. Даже игрушки детские создавались, создавали этой биологической обратной связи, чтобы люди научились управлять своим состоянием. А мы в данном случае вам, друзья, предлагаем без этих дорогостоящих приборов просто представить этот экран в виде индикатора на своей собственной руке или мысленно вот так представить. То есть мы, ну, на этом принципе, на принципе биологической обратной связи. Потому что, когда вы проецируете свое внутреннее на индикатор внешний, вам легче своим внутренним управлять, регулируя внешние параметры. Ну, так мозг наш устроен, да. Я вам еще могу один пример про биологическую обратную связь привести. Тоже касается нашей сегодняшней встречи по теме. Термопульсатор Лихтенштейна. Это значит, датчик подключается к человеку, регистрировать его вдох. И термоэлемент подключается. Это термопульсатор Лихтенштейна. Каждый момент, когда он начинает делать вдох через датчик дыхания, эта область назолобиальная начинает нагреваться. То есть каждый вдох сопровождается теплом. Прибор называется термопульсатор. Он уже там в роддомах, там обезболивает роженец, он уже в неврологических отделениях, многих больниц и так далее, и так далее. Это многое, давнешняя история. Просто это биологическая обратная связь, как и индикатор напряжения. Так вот, оказывается, оказывается, можно без прибора, чтобы снять страх, использовать тот же самый механизм обратной связи. Я создал такой прием, который называется ключевое дыхание. То есть если вы будете в течение одной или двух минут просто отслеживать, что вам теплее, вдох или выдох, носоглотки, то хотите вы, не хотите, закономерно придете к такому же расслабленному состоянию. У вас на индикаторе снизится напряжение. Вы так можете убрать страх. Хотите сейчас прям попробовать? Ну, конечно, надо обязательно показать, потому что практические инструменты, они работают лучше всего. Я единственное, что бы, может быть, добавила здесь, прежде чем ты покажешь вот этот прием, очень полезно в момент, когда мы чувствуем вот этот страх или любую другую эмоцию, как бы нам кажется негативную, назвать ее. С этого начинается вообще вся работа по эмоциональному интеллекту, потому что даже перераспределение энергии внутри нашего мозга, когда мы начинаем включать речевой аппарат, даже когда мы не вслух произносим, а просим и говорим, мне страшно признание самой эмоции, она уже снижает воздействие этой эмоции на нас. Поэтому первое, что нужно сделать, сказать себе, да, мне страшно, или да, я в тревоге, или да, я в каком-то другом переживании, потому что в этот момент с нами начинает уже что-то происходить. А потом с этого момента нам что-то можно предпринимать, потому что самый пик мы в этот момент уже хотя бы чуть-чуть снизили. И дальше, да, дальше как бы вот эти инструменты, которые очень здорово работают. Да, ты очень хорошо сказала. Давайте попробуем. Потому что, Люция, ты очень хорошо сказала, что именно осознавание своего состояния и обозначение, то есть кодировка на уровне сознания, это же есть по существу хаотичное состояние упорядочить. И поэтому снижается напряжение, то есть переведение хаоса в порядок. гормон. Поэтому, когда вы свое состояние называете, как сказала Люция, вы уже им начинаете управлять. А управлять вы можете только тем, что осознанно, а все остальное управляет вами. Это такой природный закон. Поэтому у людей развивается сознание. Так вот, давайте, ключевое дыхание. И сейчас мы приступаем к практике управления страхом. Значит, мы берем в течение одной-полторы минуты, не меняя дыхание, не меняя ничего, продолжая сидеть, как вы сидите, лежать, как вы лежите, стоять, как вы, или ходя, как вы ходите. Вот в данный момент. Просто на фазе вдоха или выдоха у вас тепло. Просто ищите, соберите, у вас тепло. То есть, если вы будете прислушиваться к теплу во время вдоха или выдоха, оказывается, когда вы прислушиваетесь, оказывается, вы затаиваете дыхание, оказывается, оказывается, когда вы затаиваете дыхание, вы делаете дыхание свое время от времени, затаивающимся. Вы уже приближаете себе состояние нуля между сном и бодрированием. Вы уже приближаете себя к тому состоянию, о котором говорил Бутайка в момент затаивания дыхания. Но вы делаете это без напряжения в данном случае. Это гениальная методика. Она лежит в основе всех методов мира дыхательных практик. Потому что если рациональное зерно всех методов мира посмотреть, там будет вот это. Рациональное зерно. Момент вдоха или выдоха там затаивание дыхания. Плюс к теплу. А тепло это комфорт. И когда вы фиксируете внимание, то есть затаиваете дыхание, между затаиванием и фиксацией внимания это одно и то же. Когда вы затаиваете внимание, то есть фиксируете внимание на тепле, вы создаете доминанту. Вы создаете легкий транс. И вы посмотрите через минуту-полторы, что будет. Вот это будет удивительно. Итак, ключевое дыхание. Я вам не мешаю. Думайте о чем хотите. Думайте о чем думается. Дышите через нос. Естественно, не меняйте дыхание. Просто умолите, прислушивайтесь. Теплее выдох или вдох. Просто прослушивайтесь вдох или выдох. Одну-полторы минуты. Пожалуйста, я вас оставляю на полторы минуты. И померяем потом индикатор и на вашем самоощущении, что произошло. Сейчас будет чудо. Продолжение следует... 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 И я сразу почувствовала ощущение расслабления, то есть отпускания вот этого остаточного внутреннего напряжения, которое есть. На самом деле мы только наблюдаем дыхание, и вот этот момент, когда между вдохом и выдохом как будто бы ничего нет, это некое мгновение того, что в этот момент ничего не происходит. Вот такое вот, его достаточно только уловить. Действительно идет тепло. пишут опять, тепло на выдохе, расслабление на выдохе, тепло, да, да, почувствовали. Теперь мы перейдем к такому вообще выдающемуся. Это мы вам все сейчас инструменты даем для жизни, чтобы вы могли всю жизнь пользоваться, когда у вас какой-то страх в самолете, там, хоть где, там, пожалуйста, быстро измерьте, хотите сдвинуть, сдвинули к низу, так сказать, на шкале стресса, сделали ключевое дыхание. Вот в самолете, например, турбуленция началась, все в панике, мужики коньяк пьют, а женщины в панике. А вместо всего этого можно быстренько раз прислушаться в течение минуты, прислушаться вдох, теплее или выдохе. Иногда меняется. Иногда у одного и того же самого человека, в зависимости от исходных обстоятельств, может это или вдох, будет теплее, или прислушаться именно к теплу. Именно к теплу. Начинается, я вот как эти мыльные пузыри, у меня или не мыльные пузыри, там вот, начинается раздувание этого тепла по всему телу. Поэтому доминация формируется. Там, где мы фиксируем внимание, у нас формируется доминация. И поэтому расслабление идет. Потому что тепло – это комфорт. Тепло – это защищенность. Это максимальная защищенность. Это уют. Это комфорт. И некоторые, которые не выспавшиеся, начинают даже засыпать. Вот пишут, как будто кошка лежит рядом, расслабляет легкая голова. Интересные метафоры. А теперь готовы. Сейчас грандиозное покажу. Так. Грандиозное заключается в том, это называется волна. Волна – это прием у меня самый такой, самый лучший, который в последние годы я придумал. Я вот прошлые приемы расписал в книжке. Кстати говоря, кто не знает, наша книжка прошлая. Там и участники нашей школы, человек будущего, свои приемы писали. Они же помогают их усовершенствовать. Развитие метода ключ происходит. Такая школа чудесная. И там, значит, участники написали. И эта книжка дважды уже издана. про АСТ уже получила, как они мне написали, издательство, статус бестейлера. За очень короткое время. И вот сейчас новую книжку мы делаем. А там будет вот эта волна, которую я сейчас покажу. Да. И скажу, какие усовершенствования сделали участники нашей школы, человек будущего. Сейчас скажу. Это потрясающая вещь. Такого мира никогда не было. И поэтому это будет очень интересно с точки зрения нашей жизни. и с точки зрения функциональности. Что это дает. Какой эффект мощный, потрясающий. Смотрите, волна. Вот обычно нам психологи говорят, и мы привыкли к этому, когда вам страшно, или вы переживаете о чем-то надо, каким-то образом думать о хорошем. Но дело в том, что думать о хорошем, когда тебе плохо, очень трудно. В этом-то вся проблема. Потому что если человек мог думать о хорошем, когда ему плохо, и психологов не надо было. Так вот, как, оказывается, надо сделать так, чтобы думать о хорошем? Как это сделать естественным образом? Не усилив воли над собой? Потому что, когда ты пытаешься тебя победить, у тебя напряжение еще больше растет. И ты в замкнутом цикле находишься. А как это сделать? Волна. Надо переживать, о чем переживаешь. Не стараться думать о хорошем, а вот тебя мучает душевная боль какая-то, или страх, или боль в ноге. Что-то тебя мучает, ты продолжай мучиться. Как это так? Спросит человек, который не в курсе. А вот так. Но только ты делай это в защищенных условиях. В максимально защищенных условиях. А какие у нас максимально защищенные условия? Вспомните, когда мама нас качает, вот когда мы напрягаемся, плачем, кричим, она чаще нас качает. То есть, вот это вот соответствие между уровнем напряжения и частотой повторяемого действия есть в приеме волна. То есть, если вы переживаете, о чем переживаете, не пытаетесь прогонять плохие мысли и думать о хорошем, а думаете, о чем думаете, но в это время выходите на эту волну, то есть, на автоколебание. То есть, думайте, переживайте, не надо прогонять ничего. Переживайте, переживайте, но вот так вот качаетесь. Отпускайте свое тело как волну, волна плещется, и вы отпускаете ее по зеленой зоне. Это значит туда, где вам приятнее, у кого по кругу идет, у кого восьмерка, и у кого колебания начинаются такие, как дрожания, у кого-то крупные дрожания, у кого-то мелкие. И вот так качаетесь, переживая. Вы представляете, это разрыв всех этих самых шаблонов. Разрыв шаблонов. Нам всегда учили, когда вы думаете, думаете о хорошем, а это не всегда получается, а это у всех получается. Переживайте, о чем переживается, но на фоне автоколебаний. И тогда получается состояние, как будто вы на руках у мамы. Да, да, да. Вот сейчас попробуйте. Давайте полторы минуты. Поехали. Переживайте, о чем переживается, но отпускайте себя. Вот это волшебство. Качаетесь, переживая. Переживая. Если переживается. Если не переживается, не переживайте. Нагонять себе не нужно. Не переживается, не переживайте. Это на случай, когда у вас стресс, страх. Тогда вы это используете. А сейчас вы, если нету страхов, пожалуйста, так, чтобы запомнить, как это происходит. Потому что мы вам дарим в сути инструменты для жизни. Вы потом всю жизнь будете пользоваться. Что-то случилось в жизни, попали в неопределенность, сели вот так, отпустили себя и переживайте. Вот ребенок из школы вовремя не вернулся, вы нервничаете. Продолжайте нервничать, но на этом фоне. В условиях максимальной защищенности, как на руках у мамы. Не переживайте. И вы посмотрите, что получится. Через минуту. Сейчас, но я не буду наговаривать, чтобы не получилось, типа, я внушаю чего-то. Нет, нет, делайте. Вы сейчас сами увидите, что получится. Давайте. Переживайте на фоне. Хаса, есть вопрос. А идти можно на автомате? Идти на автомате, я не расслышал. Да, идти можно на автомате, спрашивают. Ну, мы же и ходим на автомате. Я думаю, может быть, да, да, когда вот, вот это покачивание, я так понимаю, это можно делать только сидя, или можно, например, если ты идешь, то во время ходьбы это делать? Ну, только под машину не попадите. Это очень серьезное упражнение, потому что вначале сделайте сидя, потому что это очень успокаивает. Это настолько успокаивает, вот сейчас увидите. Это настолько успокаивает, настолько снижает стресс, выводит из страха. Настолько, что если вы пойдете по улице и будете внутри себя колебания делать, даже внутри себя, как стоит солдат у знамени, за счет чего он спасается, он же не подвижно стоит, он внутри себя качается, чтобы вы знали. Это инстинктивно он делает, он внутри себя качается, и во время ходьбы тоже можно внутри себя качаться, но сделайте сначала сидя, потом сделайте лежа. А вот есть больные, которые стоять и сидеть не могут, и ходить не могут. Они могут лежа в постели сделать, они могут волну делать лежа в постели. Я сейчас добавлю элементы, которые им помогут. Это можно сделать на руке. Найти ритм, автоколебания на руке, на пальце можно сделать, на пальце. И поэтому я предлагал, я вчера делал ролик у нас на YouTube-канале, и там как раз говорил, что у нас сегодня с тобой встреча, прикрепил комментом. И как раз я говорил в ролике о том, что можно сначала порисовать мечту свою, например, рукой колебать, как будто ты на холсте рисуешь, без холста. Холст у тебя в голове, ты рисуешь, и у тебя получаются те же колебания, только в другой конфигурации. Потому что все движения, чем отличаются конкретные движения, они имеют начало и конец. А эти движения, это непрерывность, колебательные движения, это непрерывность. И ты можешь рисовать свою мечту, а мне тут в школе тут же посоветовали, а можно еще и протанцевать свою мечту. Да-да-да. Кстати, и то же самое можно делать ведь в танце, в таком, входя вот в это состояние, да, легкого транса. Вот здесь, кстати, отзыв появился у нас, что пишут, что хорошее упражнение при ковиде снижалось температуру, когда применяла. Тоже правда. При ковиде мы очень часто ловим вот эти состояния стресса, паники и тревожности, которые даже не наши, а мы цепляем это с окружающего информационного поля, да, мы как бы снимаем, начинаем применять к себе. То есть мы можем не бояться, вдруг в какой-то момент начинается паническая атака, неуправляемая. И, конечно, такие техники, они очень хорошо применяются, в том числе, да, ковид, потому что имеет такие неврологические последствия и во время течения болезни, и после. Поэтому очень здорово, что вы это применяете, и это вам помогает. Для всех, кто боится ковида, и для всех, кто подхватили какие-то, даже не просто ковид, а просто вирус какой-то. Или даже просто ангина у человека, или просто кашель. Любая, любая нарушенность какая-то, любая. Если вы волну сделаете, вы уже организму помогаете, потому что вы снимаете стресс, и получается, что наш внутренний доктор начинает включаться, потому что вместо андреналина включаются эндорфины. А эндорфины – это потрясающие и обезболивающие, и транквилизаторы. Их заменителями являются алкоголь и лекарства. А оказывается, у нас все внутри есть. У нас в процессе эволюции, развития, у нас все образовано, у нас аптека есть. Поэтому из ковида многие выходят именно волной. Я показываю тем, как это делается. Они делают это. Да-да-да, делайте. И сейчас слушайте меня. Очень интересная вещь. Потому что, как мне подсказали участники школы, можно протанцевать мечту, а потом сесть и делать волну. А можно пропеть мечту. Пропеть можно мечту. Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что, как Люцей же говорила, когда мы осознаем что-то, когда мы это как-то называем, и вот у нас есть какая-то мечта, например, мы хотим, чтобы она осуществилась в жизни, но мы ее, если пропоем, мы уже как раз таки вывели на уровень сознания. Если мы назвали эту мечту, какие-то ее участки, например, хочу там то-то, хочу то-то, хочу то-то. Если вы осознали, вот как Люцей говорила, написали или, допустим, привели к какой-то букве к сознанию, а вот вы представьте себе, нарисовали, протанцевали мечту, да, а теперь еще пропели мечту, а потом еще можете придумать такое, что вы эту мечту, интуитивную, интуитивную мечту сложили как бы в комочек и пронюхали ее. Вы представляете? То есть получается, что вы осознали... Все системы сенсорной организма задействованы в этот момент. Все органы еще задействовали, и у вас получается голограмма. Целостное, целостное включение, целостное осознавание своей мечты, и вы приближаете эту мечту. Конечно, и туда же, и автоколебания. Так дети так и делают. Дети так делают инстинктивно все. Дети так делают. Ну, давайте, пишите комменты, пожалуйста. А вы сейчас можете потренироваться, а потом в жизни несколько раз повторите это. Особенно ловите себя, когда у вас сильный страх, сильный стресс. Сразу индикатор вспомните, сразу автоколебания вспомните, сразу вспомните нашу встречу. А вот здесь, Хосе, про картину спрашивают. Девушка на картине. Что она делает? Пузыридывает? Колебания. У нее тоже есть колебания? Вообще-то это мужичок такой молоденький, но это далеко, поэтому девушка увидела девушку, потому что очень симпатичный. Очень симпатичный. Если я приближу, там будет видно, что это молодой человек. Пузыри пускает. Это он мечтает. Мечтает. Он сидит и задумался, и пускает пузыри. Это мечтает он. Это как раз таки он вышел из страха. И мечтает. Да, мечтает. Мечтать надо всегда. Надо всегда. Я хочу еще сказать психологическое открытие современное, что когда взрослые играют как дети хотя бы 5 минут в день, то они включают у себя гормоны того времени. Они активизируют молодость. Они получают проливы энергии. Поэтому, пожалуйста, запомните. Играйте как дети и 5 минут в день. И вы будете чувствовать, что вы выходите из стресса. Дети играют, потому что у них многое мнение. Вообще игра – это уникальный феномен. Да. Игра – уникальный феномен. И я много исследовала этот феномен у себя в подкастах. В том числе мне несколько человек приходили специалисты по игре. Вот мне интересно, что ты про это заговорил. Считается, что игра – это еще докультурный феномен. То есть она настолько природно, что ли, вшита в наш нейронный контур, для человека. Играть – это настолько естественно. Просто мы все про это забыли. То есть социум у нас уже что-то там уже не ребенок в игрушки играет. И сейчас идет очень большой тренд на игры. Я бы хочу поделиться. Может быть, кто-то зайдет на мою страничку, почитает один из моих постов. Я решила сделать игру. То есть я сейчас создаю игру, у тебя получится. У меня такой челлендж. И я в это иду. Я вот прям, услышав твои слова, полностью поддерживаю. То есть у человека есть возможность относиться к жизни играючи, а навык этот прокачивать в каких-то играх или самому себя в это настраивать, то там и страх исчезает, потому что в игре другие вибрации, другие колебания, настрой другой. В игре все возможно. И вот эта творческая энергия, которая проявляется в игре, если человек умеет это потом переносить в жизнь, это, конечно, тоже очень хороший навык. Поэтому прям то, что сказал про игру, я поддерживаю всячески. Правда, играть – это наше все. – Дорогая, предлагаю в следующий раз встретиться и поговорить о том, а как играть в свою игру. Не чужую какую-то? – В свою игру? – В свою игру. – Да, в том числе. – Да, и как ее играть. И самое главное, там надо будет вспомнить, когда вы были счастливы, и моделировать этот кусочек счастья, который тогда был, с помощью движения. Это будет собственная игра, которая опять вас делает такими же счастливыми. Мы, Сусли, давай найдем время, как у тебя будет возможность сейчас. – Давай. – И поиграем со всеми в игру, которая собственная игра человека, а не чужая роль. Да, а не чужая роль. – Да. Вот здесь у нас комментарии пошли. Пост-вакционный синдром продолжается почти так. Так, сейчас, секундочку, у меня тоже что-то убегает. Так, так, так. Пост-вакционный синдром сейчас-вакционный синдром сейчас-вакционный синдром Так, пришла информация об учении Хасая Магомедовича. И вот уже шестой день ушли депрессивные симптомы, я вернулась в нормальное состояние. Видите, и после вакцины тоже работает. Да, сейчас вижу, что парень на вас похож. Так, в сильном стрессе не получается колебания, получается мощное мотание. Почему-то больше возбуждений. Или надо пытаться спокойно покачиваться. Вот расскажи, Хасай, как правильно делать, когда сильное возбуждение. Если у него что-то получается, то и получается. Потому что он снимает напряжение, ходит на легкий трасс, и организм, в зависимости от исходного состояния, выдает такие кренделята. Кто-то там начинает сильно мотаться, кто-то там начинает вот так, кто-то начинает там, у кого слезы льются, кто-то смеяться, кто-то плакать, кто-то засыпать. Это выпускаете пар. Это вы снимаете этим самым... То есть индивидуально все? Да, да, да. Это называется выпускать пар. Только начали делать автоколебания. Ну, это как и у детей. То же самое, когда мама их качает, раскричаться, расплакаться, это все нормально. Потому что этот процесс в результате закономерно приводит к тому, что будет баланс, будет легкость состояния, приятного равновесия, приятной уверенности, приятное хорошее ожидание приятных событий в жизни. Ты уже не закрепочен в стрессе. А выходит каждый по-разному, потому что индивидуально у кого-то столько накопилось, что с такими рыданиями. И вот хочется рыдать, плакать, тонать, кричать. Так и делайте, так и делайте. Это пар выпускается. То есть все, что тело выдает, то принимаем. Ага. Вот пишут еще. У меня такие мурашки от слов про игру. У меня тоже. Так, согласен, что месту нужно не только представлять, но мысленно связывать и чувствовать и аромат. Да, это про все наши сенсорные. Так, свою игру очень важно. Да, соглашусь. Так, я за игру. Все. То есть, мы на игру очень хорошо отреагировали. Я хочу про игру еще сказать. Дело в том, что мы иногда часто в голове это делаем. Иногда мы вспоминаем, как мы в детстве там прыгали через скакалочку или танцевали там, или холохоп крутили, или целовались там, когда были юными. Оказывается, если взять вот к этим воспоминаниям, приложить действия, то есть имитировать. Прямо в пустой комнате пять минут, просто ты имитируешь то, что ты тогда делал. Потому что это одно дело, когда вспоминаешь и на этом как бы отдыхаешь. Память – это богатейший ресурс. А другое дело, когда ты это вспоминаешь и добавляешь телесные действия. Тогда получается целостная штука. Тогда точно стресс падает. Ты выходишь на состояние. У меня одна девушка говорила, я так плохо себя чувствую, у меня такая депрессия. Я ее спросила, когда ты вообще в жизни чувствовала себя прекрасно? Она вспоминала, вспоминала и с трудом вспомнила. Она говорит, я танцевала с молодым человеком, положа голову ему на плечо. И он вел меня в танцы. Она почувствовала там защищенность, защищенность, полную защищенность. У нее появилась безмятежность. Защищенность. Я сказал, о, нашли. Ну-ка, давай вставай. Она говорит, ну, парня-то нету. Я говорю, а не нужно тебе, парень, ты сыграй сейчас. Это будет твоя игра. Ты положи именно голову так, руки держи именно так, ходи именно так, как будто ты танцуешь. И она сыграла эту игру и через 2-3 минуты села и говорит, ты волшебник. А я говорю, а что случилось? Она говорит, я испытала то же самое состояние. Да, у меня появилась уверенность, что теперь у меня все в жизни будет получаться. Вот что значит игра в свою собственную игру. А что у тебя? Вот кто пришел. А вот кто пришел к нам. Рыська, Рапсодия. Это младшая кошечка. Это маленькая котеночек наш новый. Вот наш член семьи, 4 месяца он с нами живет. Девочка. Какая не постоянка идея. Или полюбопытничала, что у нас тут происходит. Вообще, я согласна полностью, когда мы переходим через игру вот в эти состояния, там столько ресурсов, это просто какой-то кладезь просто. Это как, не знаю, возобновляемый источник энергии, да, постоянно. То есть человек может себя вытаскивать из любого состояния. Это, конечно, очень круто. Вот пишет, с котиком можно потанцевать. Да с котиком, с подушкой, да, пишете, все верно. Присоединяется к нам и говорят, да, я тоже за игру. я с тобой полностью согласна, что вот это состояние игры, оно очень исцеляет. Я рекомендую всем, чтобы этот видео, ты же записываешь, эту запись как-то оставили, чтобы просто... Это все будет зависеть от того, что если когда, поскольку ты инициировал прямой эфир, тебе там надо будет при выходе просто сохранить, и сохраниться у тебя в IGTV. Да, 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 должно сохранить. Если Павел выйдет ко мне на WhatsApp и подскажет, куда нажимать, я это сделаю. Ты ему скажи, пожалуйста. Да, я просто хочу... Хорошо. ...пложить, чтобы... Сейчас я его... ...вы посмотрели в удобное для вас время еще раз хотя бы. Почему? Потому что когда первый раз вы смотрите, вы же были в определенном исходном состоянии. И какие-то кусочки как бы прошли мимо вас. А если вы еще раз посмотрите в другом состоянии, то вы больше там увидите и больше пользы оттуда возьмете. А вот это сердечки все время посылают. Это значит, людям нравится, да? Плюс все... Сердечки все время посылают. Это людям нравится, значит, да? Да, это люди присылают нам, что они с нами. Спасибо большое, пишут. Сердечки — это значит, ну, вот свое расположение, да-да, как лайки. Вот, слушают и... Ты понял, мне надо с тобой только всегда выступать, потому что они тебя как видят, они все сразу сердечки посылают. Я думаю, что большинство сердечек вам приходит, а тебе приходит. Ну, это девочки, наверное, а мальчики тебе посылают. Ну, это так, так положено. Вообще, это так мне приятно, что нас вообще уважают. Нас уважают, потому что, насколько я тебя знаю, дорогая, я тебя очень люблю по-человечески, потому что ты все время пытаешься людям пользу сделать. Спасибо. Ну, это так же, как... Да, вот пишут они вам двоим. Спасибо, друзья, большое. Очень приятно, правда. И я очень помню наш эфир, который присутствовал на нашем канале, уже у тебя получится. И мы говорили о том, что на самом деле вот сейчас совершенно удивительное время, когда мы можем не просто делиться, да, с какими-то корыстными целями. Это нормально, с одной стороны. А с другой стороны, вот это объединение, да, твое то, что ты делаешь, да, и у тебя там Академия по изменению человека. И вот эти все вещи, они на самом деле и нас расширяют, и дают вот этот эффект синергии, и вот этот эффект... Я называю это социальный блокчейн, мне это очень нравится. Вот пишут, большое спасибо за вашу работу, за ваш труд. Хасай Магомедович, вы очень милый, умный человек, прекрасный художник. Каждый день я вас слушаю и делаю ключ. Видите, как здорово. Вы лучшие. Спасибо, друзья. Спасибо всем. Спасибо всем. Тогда пусть Павел выходит ко мне и подскажет, куда что нажать, чтобы я там запись эту сохранил. Да. Да, сейчас я на секунду... Смотри, да. Там будет вопросик сохранить, и ты просто нажмешь на кнопочку «Да, сохранить». Благодарность вам дарим двоим. Вы необыкновенные голоса магические. Друзья, спасибо большое. Но я еще хочу в завершение сказать немножко про наши социальные страхи, о том, что вот то, что дает Хасай, это очень действенные, простые, работающие в моменте практики. Но самое главное, что применяя их, вот фиксировать результат... Друзья, мы будем стараться, чтобы эфир сохранился, да. Вот фиксировать позитивный эффект от этих практиков, от практик, нужно следующим образом. Вот то, что вы задумали, то, чему ваш страх мешает, и когда вы его снимаете, вот после этого идите и сделайте какое-то действие, которое вас приблизит к вашим целям. Потому что это позволит на уровне, опять же, нейрофизиологии вашего мозга зафиксировать вот этот позитивный результат, когда вы идете и делаете. Потому что только действие приближает нас к желаемому результату. От того, что мы будем с вами сидеть и только мечтать, это очень хорошее состояние. Но именно действие приближает нас. И вот отсюда происходит, произрастает наша уверенность, да, в себе. Потому что очень распространено такое мнение, что люди считают, что надо прокачать уверенность в себе, а потом что-то делать. Вот нет. Оно так и работает. Надо помочь себе вот с саморегуляцией, то, что Хасай с нами делится удивительными практиками, и после этого сделать. И тогда и вы научаетесь своим страхом управлять, вы приобретаете уверенность и у вас все получается. Это правда работает именно таким образом. Ой, дайте я почитаю, что вы все пишете. Я тоже всегда смотрю ваше видео, мне тоже все очень интересно. Спасибо вам, пишут. Хасай Магомедович, живите долго. Аминь. Я работаю с людьми и всегда говорю, что это инструмент. Даю страничку и YouTube Хасая Магомедовича. Так, Хасай Магомедович, вы мой стимул каждый день. Спасибо, спасибо, спасибо. Практика, работа. У меня есть... Ну, какие теплые слова. Да, спасибо. Мне очень приятно, я счастлив, я именно этим и живу, что я чувствую, что мы стараемся и нас понимают, и слышат, и благодарят. Вот этим я и живу. Ну, как и все, как и все. Вот я хочу пользуясь случаем попросить. Вот эту книжку я уже показывал, «Национальная идея России», «Генератор Будда». Ага. Но никто ее не читал, и поэтому там мало у меня этих значков, что «да», «хорошо» или «да», «плохо». Просто там есть бесплатная часть, просто хотя бы посмотрите это в Ридере. Напишите 2-3 слова, а от того, что вы напишите 2-3 слова, напишите плохие слова, неважно. Главное, чтобы лента продвигалась и чтобы люди другие могли взять и прочитать. Сейчас же вот что попадает во внимание. Если мы вообще не будем говорить, посмотрите, пожалуйста, вот это. Но никто так и не узнает. А там же такие ценные вещи, там свежая идея, как сократить кризисы и войны, и потребность в лекарствах, а сегодня это очень важно, там философия. Просто прочтите там, хотя бы вот там бесплатная часть есть, и просто напишите 2-3 слова. Пожалуйста, сделайте, друзья, это. Взаимосотрудничество называется. Да. Ну что, мы будем завершать. Так, вот пишет мне самая первая ваша книга. Хаса, я тебе очень благодарна за приглашение, мне было очень приятно увидеться, и то, что мы сегодня пообсуждали, дали возможность людям попробовать, я считаю, что важно про это говорить, важно, вот знаете, друзья, я еще немножечко хочу только добавить, будьте милосердны к себе, потому что мы все любим себя критиковать, почему ты себя опять там плохо что-то не сделала, ты испугалась там, или еще что-то, вот будьте себе, к себе милосердными, потому что мы все боимся, мы все в разных состояниях находимся, но это нас нисколько не умаляет, никакие наши достоинства, главное уметь управлять собой, регулировать свое состояние, и у нас у всех все получится, немножко внимания, любви к себе, милосердия, и это самое главное, критиковать себя легко, а быть к себе более душевным, вот этому мы должны там написали, на каком ресурсе книжка находится, это находится на Ридера, если набрать Ридера, Литрес есть, да? Да, Ридера, просто набрать Ридера, Хасаэлиф, национальная идея России, и, да. Значит так, друзья, я вам очень благодарен, Люция, давай спросим у всех, хотят ли наши друзья, что я прошу с одной человеком еще одну встречу, про игру, и чтобы мы там счастье поиграли, чтобы все стали счастливыми. Я с радостью, я с радостью, давай, давай, с удовольствием. Вы хотите этого, чтобы мы с Люцией еще раз встретились через некоторое время и сыграли? Кто за эфир про игру? Каждый свою игру, чтобы сыграл, я там технологию покажу, да.